здрасте друзья всем привет и мы продолжаем играть в f1 2020 у нас прошел первый этап уже первая гоночка прошла и впереди у нас гран-при бахрейна ночной классный и тяжелый как обычно тут принципе легкого ничего не будет поэтому поэтому вот значит смотрите у нас немножко изменилась раскраска машинки потому что я что-то там пооткрывал накатал какие-то определенные круги и короче доступна вот такая вот раскрасочка была я соответственно не удержался и поставил ее но покатавшись еще меня стала доступна вот такая раскрасочка и знаете что она мне нравится намного больше причем оранжевый черный и белый по-моему отлично сочетаются короче мы сейчас впихнем именно ее не знаю почему но вот мне хочется если она здесь красная а нам надо сделать ее по оранжевее вот поэтому наш болит теперь будет выглядеть именно вот так и мне это нравится намного больше кстати на спонсорах у нас открылась ячейка спонсора когда мы собираем репутацию команды 5 у нас откроется еще ячейка и так далее это в общем то все со временем с уровнями но у нас есть спонсор и надо чинить сюда подписать и здесь есть различные сроки этого самого спонсорского контракта различные доходы в неделю то есть обязательная еженедельная выплата а также различные бонусы например завершить 75 кругов на команду за один гоночный уикенд это вообще как нихер можно сделать потому что 75 кругов на команду это надо чтобы оба финишировали в гран-при или один хотя бы полгран-при проехал хрен его знает вот довольно интересная цель показать самый быстрый круг в гонке конечно же мы этого сделать не сможем поэтому это даже не рассматриваем завершить риск кругов на команду в свободных заездах это это будет тяжело но то есть я не планирую риск кругов наматывать вот бонус цели 152000 на самом деле вот здесь вот очень маленький доход в неделю поэтому такое себе я бы сказал самый жирный наверное спонсор имеет цель заработать очки в кубке конструкторов за один гоночный уикенд 10 это тоже невозможно на данном этапе обогнать 15 различных пилотов в одной гонке тоже не представляю как это можно сделать мы в общем то возьмем вот этого товарища атлантик на 70 дней который нам будет в неделю платить по 112 кусков завершить 75 кругов за команду за один гоночный уикенд самом деле я один за первый уикенд завершил больше кругов сейчас мы это посмотрим мы друзья еще в персонализации сейчас поменяем ячейки спонсоров потому что у нас добавился один спонсор я все в один как-то запихнул и это вообще не круто давайте вот на анти крыло мы влепим атлантик нет здесь лучше луп смотрится вот тут маленький вот сюда мы влепим атлантика точно но здесь маленький на понтонах тоже влепим атлантик можно еще еще куда-нибудь можно да например вот сюда . пока два спонсора как-то мы обклеены так и не знаю насколько это хорошо смотрится немножко по колхозному но что поделать в общем то вот такая у нас машинка будет и в гонке я буду уже ехать именно прям точно на ней менять я пока ничего не планирую она мне нравится далее народ еще погнали в исследование так вот друзья в общем то у нас завершилась первая гонка я на ней вполне себе неплохо квалифицировался в прошлой серии 13 позицию занял в квалификации это было замечательно в итоге гонку я поехал один без гоночного инженера что было наверное самым неприятным моментом в этой гонке потому что он не смог меня остановить и почему-то мне захотелось повыпендриваться и взять какую-то альтернативную стратегию стартовать с медиума и это в общем-то было большой ошибкой потому что во-первых я немножко всрал старт наш товарищ ализи как-то смог проехать вперед правда возил свой паровозик и мы его по одному там перец вроде был джови не помню кто конкретно мы в общем-то по очереди все это дело по проходили я каким-то образом увязался за альфой но основная борьба у нас была против кими райканин первые два отрезка это была полностью проигранная борьба но под конец поставив себе свежий софт кими соответственно ехал уже на довольно таки изношенном медиуме я каким-то образом смог до них добраться их спокойно догнал и в общем такими даже каким-то образом прошел каким-то чудом не удалось совершить такой маневр но там нас проходили постоянно круговые я не помню за кого по-моему из-за фитиля я допустил ошибочку и меня унесло с трассы и в общем-то пришлось пропустить кими вперед и финишировать в итоге на 14 позиции как вы знаете у меня есть на гонку три флэшбека по моей вине что называется и все три я использовал в мельбурне вот так вот красиво разбивая или просто разворачивая свою машинку по итогу в турнирной таблице я занимаю 14 место в принципе у меня 0 очков их просто тупо нету соответственно за уикенд я намотал восемьдесят девять кругов и проехал 571 километр вот такая вот интересная статистика среднее место на финише на данный момент у нас 14 логично короче говоря погнали заниматься разработками и улучшениями у нас есть 2 миллиона денег нам надо что-нибудь прокачать и не знаю почему но хочется упороться немножко в двигатель по двигателю у нас тут все плохо от 5 миллионов ясно понятно потому что уже первого уровня я понял в общем-то тогда будем прокачивать отдел аэродинамики или отдел 6 давайте отдел шасси вас половиной 2 миллиона 2 миллиона время сборки ускоряет улучшение контроль качества снижает вероятности отказа на 10 процентов увеличивает количество ресурсов создаваемых этим отделом вот наверное мы вот это вот дело и вкачаем 21 марта она нам придет что у нас сейчас происходит я даже не знаю а это придет после гран-при бахрейна я понял а 19 марта 21 это и есть гран-при бахрейн 21 марта 19 4 20 пятница 21 это даже суббота во все как просто значит на гонку это уже будет готово правда толку от этого особо не будет хотя можно было наверное и износоустойчивость каким-то образом по вкачивать но да ладно в общем то тут все надо вкачивать поэтому все будем постепенно делать по древу исследований соответственно к нам пришла улучшалка центральное днище приобретено а вот аэродинамика у нас за фейлилась отказ компонента не сработало в общем-то 250 ресурсов мы тратим еще раз чтобы это дело разработать вероятность неудачи 0 процентов то есть стопудово 26 марта она уже приедет двигатели у нас когда приедет только 3 апреля на гран-при вьетнама или между я что-то как-то забыл не суть важно в общем то все равно в бахрейне у нас этого дерева не будет у нас остается ресурсов 765 я думаю что нам нужно дальше прокачивать ветку шоссе поэтому между гран-при вьетнама и китая мы заказываем задние днище распределение или что это у нас лучшины батареи в батареи не уступают емкости батареи предыдущего поколения при этом легче и компактнее в общем то без разницы мне кажется одно и то же влияние будет при распределении вес давайте чтобы все по очереди было 525 ресурсов тоже на 6 апреля все это дело заказываю отлично остается 240 ресурсов это ни о чем также нам надо распределить какие-то активности у нас есть всего лишь два дня поэтому мы можем прокачать 2 пилота можем прокачать репутацию команды а можем прокачать отдел аэродинамики что в принципе нас сожрет немного денег а вы знаете давайте-ка мы вот его и прокачаем да а кстати еще знаете что я хотел сказать вам биржа пилотов на бирже пилотов сейчас доступны все пилоты формулы 2 которые были и соответственно самый топовый пилот который только существует на этой планете махавер ран хуна танк мать его в общем-то когда у нас будет переподписание контракта мы сможем его подписать насколько я понимаю поэтому сейчас в бухивать это ресурсы и деньги в ализи я не буду я хочу себе ран хуна танка не знаю почему меня просто забавляет этот персонаж он медленнее чем ализи конечно но что поделать в общем то вот его мы уже там будем прокачивать и будем делать из него чемпиона да на этом в общем то у нас весь менеджмент заканчивается и мы переходим к свободным заездам что-то я не понял мне там сказал про спонсоров а зачем он мне это сказал нам все равно это недоступно поэтому нахер короче переходим гоночному уикенду и наше дело пройти практики и квалификацию ах да друзья что я вам еще не показал что случилось по прошествию прошлой гонки значится общее износ скажем так силовой установки у нас за один уикенд ушел примерно на 20 процентов что-то меньше что-то больше управляющая электроника на 10 процентов двс на 21 процент то есть на 3 гонки на 3 гонки мы уже начнем чувствовать нехватку мощности что в принципе плохо поэтому износоустойчивость тоже надо будет как-то качать потому что ч сильно часто это все дело менять получать штрафы на старте такое себе честно коробка для гонки ушаталась на 23 процента то есть на третьей гонке возможно она вообще гавканится на хрен ну это понятно в общем то от этого никуда не деться придется рано или поздно получать штрафы и и в общем то как-то вот так вот да все ладно погнали к свободным заездом а я вам показываю лишь только итоги значит а друзья у нас подходит концу третья тренировка и небольшой вам отчетик о том чего я сделала чего не сделал да в принципе видите сами все сделал да я красавчик короче говоря освоение трасс тут в принципе все было просто единственное 10 поворот один из самых сложных наверное в календаре там идет такое знаете ли торможение прям в повороте дотормаживать приходится в общем то это на самом деле такое не самое простое что можно придумать соответственно контроль резины я выполнил с первого раза с одного круга с гигантским запасом не знаю как это в общем то работает экономия топлива у меня тоже особо проблем не возникло причем выполнил его тупо сбрасывая газ за метров 20 до точки торможения не знаю как это будет работать надеюсь эти данные никуда в стратегию не пойдут потому что так я ехать не собираюсь да господи джефф заткнись ты достал уже разговаривать постоянно что-то говорит и говорит соответственно управление ерсом тоже в принципе была выполнена квалификационный темп я выполнил с первого раза на 21 позицию и проехал у меня еще оставался один комплект свежего софта и я в общем то решил еще один раз проехать и соответственно на 17 позицию даже превышение цели какой-то появилась но стратегия гонки соответственно первой практике днем я поехал на харде проехался ну чё-то обещает то заткнись ты джефф я он достал меня честно вот я не могу просто тупо вам порассказывать здесь у меня постоянно перебивает короче говоря в первой практике я сделал на харде проехался в принципе износ шин вот такой себе я не знаю верить этому или нет потому что у нас в прошлой практике перед австралией было тоже самое коэффициент износа шин был прекрасных джефф заткнись сука так о чем я говорил а то он меня достал слушать серьезно у меня просто достал так вот в общем то у нас тоже все было хорошо по стратегии на гонке но износ шин был какой-то очень сильный в самой гонке в общем то скорее всего мы поедем на стратегии которая будет изначально правда я очень хочу избежать харда потому что на нем на нем очень тяжело ехать сцепление постоянно теряется короче не хочу ехать на харде вот вообще от слова совсем но насколько я знаю в охране очень абразивный асфальт и очень высокие температуры поэтому гонка проводится ночью и из-за этого износ всегда большой и возможно придется поехать на харде я в общем то как-то постараюсь сделать так чтобы этого не было но все может быть ну и соответственно еще я проехал во второй тренировке не во второй треть именно во второй на медиуме и софте потому что вторая тренировка была ночная и температура воздуха температура трассы была именно во второй тренировке такая же как будет в гонке хотя может быть и не сейчас вот день и 29 градусов в охране я не знаю мне кажется там намного больше трасс 36 градусов под солнцем не верю соответственно каким-то образом мне удалось показать быстрые 3 и 1 секторам но это когда проходишь квалификационный темп там зеленый дельте то он показывает что-то твою мать джип заткнись вот не выполнил я настройку болида да и впадло мне выезжать на трассу ради 10 ресурсов в общем то сейчас квалификационный темп мы проходили и из-за этого я на первой строчке так после всех практик я был на 15 строчке все время но может быть они еще по выстреливают прогноз погоды у нас на квалификацию ясно облачно под конец на гонку все время облачно сухо и это замечательно дождик и не будет поэтому все прекрасно на этом мы в общем то заканчиваем свободные заезды и переходим к квалификации потому что квалификация это важно меня кстати скоро будет седьмой уровень и мне откроется еще одна ливрейка и возможно мне захочется ее поставить соответственно по времени я проиграл только хамилтонов это такое себе вы поняли соответственно по поводу ресурсов на команду у нас тоже все замечательно заработали ресурсики ресурсики мы любим все хорошо раз есть ресурсики 925 то можно посмотреть и что-нибудь прокачать например износа устойчивости нам это очень надо мг-х и мг-кей только можно прокачать а для всего остального нужно прокачивать нужно прокачивать отдел износа устойчивости в общем то понятно куда мы будем тратить наши деньги но пока что вот так вот беда определенная беда общий износ силовой установки уже 21 процент да плохо в общем то ладно погнали на квалу за выход в первый сегмент точнее в третий сегмент в первую десятку мы вряд ли боремся но занять место повыше все равно хочется первый сегмент после первой попытки я занимаю пятнадцатую строчку поэтому надо улучшаться ставим свежий комплектик выезжаем на трассу и да нам надо заехать во второй сегмент то есть место 16 15 и выше нам нас устроит друзья я зафейлился на втором секторе причем так нормально зафейлился но все равно 16 место у меня остается да я без улучшения еду но во второй сегмент мы таки проходим это замечательно но наш товарищ джулиана ализи занимает 20 место на стартовой решетке мы об он обходит только вильямс перед ним хас и кстати вот то что дживенадсис тоже стартует за нами это прям хорошо кими у нас впереди я так понял по австралии это наши основные соперники хотя он еще и альфа таури тоже ладно посмотрим первая попытка во втором сегменте у нас уже тоже прошла сейчас на шесть десятых я отстаю от кими я не знаю каким образом можно это все дело отыграть хотя с другой стороны у меня была ошибка там такая конкретная со сносом может быть но там не на шесть десяток так точно в общем то в любом случае ставим свежий комплект проверяем да и соответственно выезжаем на трассу финальная попытка друзья и от этого будет зависеть наше стартовое место на стартовой решетке и и и а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И всем всего доброго, пока-пока